Добрый день! В прямом эфире Вести Ульяновск, в первой части выпуска. На уроках без маски, на перемене средства защиты обязательно. На сегодняшний день у нас рекомендовано ношение в местах общего пользования. Ульяновские школьники вернулись с каникул. Работа над поправками. Профильным министерством с дополнениями изменениями он переработан полностью. Депутаты считают, что необходимо усилить закон об особо охраняемых природных территориях области. Навязали покровительство. В случае отказа запугивали посетителей и работников предприятия. Пресечена деятельность преступного сообщества, которого обвиняют в покушении на убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия. Ульяновские школьники сегодня вышли с триместровых каникул. Дистанционки, конечно, нет. Дети ходят в классы в обычном режиме. Но с соблюдением санитарных правил при входе в школу учеников встречает дежурный с термометром. Детям обрабатывают руки и напоминают о медицинской повязке. В середине октября и школы вновь распахнули двери для учащихся. К этому факту в период пандемии родители относятся по-разному. Но все же большинство сходится в одном. Классическая форма обучения предпочтительнее дистанционной. То, что дает учитель, ни один родитель, даже будучи педагогом, дать не сможет. Ну а нам в два раза меньше работы. Если мы в школе, значит это только домашняя работа. Для учеников разных параллелей два отдельных входа. При этом на каждом обязательная термометрия. А тех ребят, кто по тем или иным причинам входит в здание без масок, настоятельно просят надеть средства индивидуальной защиты. В коридорах без них не обойтись. В классах по желанию. На сегодняшний день у нас рекомендовано ношение в местах общего пользования. То есть не на урок. Соответственно, мы учитываем также мнение родителей и медицинские показания. То есть некоторым детям в силу их заболеваний, так скажем, не рекомендовано носить данные маски. Также у нас в кабинетах установлены рециркуляторы. Носить или не носить маски именно в классах, мнения у родителей расходятся. Но своих чад пресловутыми сизами обеспечили все ответственные мамы и папы. ЦУ дали ему как следует. То есть несколько ему запасных масок дали. Потому что все-таки, если маску в школе носить, это довольно-таки определенные правила нужны, без сомнения. Их менять нужно постоянно. А дети маленькие, они не очень хорошо понимают, как нужно правильно хранить маску, как ее сворачивать. Потому что они ее будут где-то снимать, где-то одевать. В городском управлении образования в ежедневном режиме будут отслеживать ситуацию не только по каждой школе, по каждому классу. Если, несмотря на все меры предосторожности, случаи заболевания коронавирусной инфекцией все же будут фиксироваться, решения об учебном процессе будут принимать совместно с Роспотребнадзором. Единичные случаи, те случаи, которые дети приносят из семьи, те случаи, которые дети привозят вместе с родителями с отдыха, они, конечно, имеют место и будут иметь. Но именно для этого у нас и вводится, и введен, и работает уже с 1 сентября фильтр утренний и в детских садах, и в школах. При этом со школьниками и их родителями постоянно ведутся и профилактические беседы, цель которых – кому-то напомнить, а до кого-то и донести, что все меры предосторожности – не пустой звук. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано 180 новых случаев заболевания COVID-19. Игорь Кранцов, Алексей Прохоров, Веси, Ульяновск. Ульяновские депутаты отправили коллегам на доработку проекты закона о заказниках и заповедниках. Есть несколько существенных вопросов, которые нужно детально рассмотреть. Спорные моменты парламентарии обсудили также с экологами, лесничьими и представителями Минсельхоза. На повестке дня по традиции множество вопросов. Главный – внесение изменений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях регионального значения. На проект нормативного документа уже получены положительные заключения органов прокуратуры, общественной и экологической палат региона. Законопроект был детально рассмотрен на предыдущем заседании комитета. Но парламентарии отправили документ на доработку. В процессе обсуждения возникло много спорных вопросов, ответов на которые в документе не было. Ряд конструктивных замечаний высказали областные экологи. Проектом регулируется процедура проектирования и создания новых особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области. Кроме того, предложенный проект закона предполагает установку категории природных объектов регионального и местного значения. Также дает возможность регулировать процедуру их проектирования и создания необходимых данных при регистрации и постановке на учет. И позволяет решить вопрос изменения площади границ установленного режима особой охраны. Профильным министерством с дополнениями изменениями он переработан полностью и вынесен на обсуждение комитета. Мы его сегодня приняли и выносим на законодательное собрание для целостного утверждения. Но я думаю, что этот рабочий закон, в самом деле рабочий в полном смысле, крайне необходим нам в Ульяновской области. Следующим шагом станет рассмотрение обновленной редакции законопроекта на ближайшем заседании законодательного собрания. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Другим новостям в Ульяновске раскрыта банда, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Всем участникам ОПГ не больше 25 лет. Но этого хватило им, чтобы проявить дерзость реанимировать криминальный бизнес в стиле 90-х. Крышевать предпринимателей банда решила в центре города, за Волжье и Чердоклинском районе. Видимо, по месту жительства ОПГшников. Члены сообщества на указанных территориях подыскивали коммерческие предприятия, владельцам которых предлагали криминальное покровительство, требуя взамен от 2 до 50 тысяч рублей. В случае отказа запугивали посетителей и работников предприятия, организовывали массовые кражи в торговых точках. Кроме вымогательства, банда организовала свою группировку из малолеток по образцу тех же 90-х. Подростков набирали из окрестных районов, в основном парней из неблагополучных семей. Их морально обрабатывали и часто подвергали физическому прессингу, заставляя подчиняться кодексу АОЕ. Были сборы, на которых нас избивали за разные косяки. Также собирали деньги на то, чтобы отправить их на зону. Но эти деньги не отправлялись на зону, а тратились главным человеком. Общак расходился старшими членами группировки на алкоголь, наркотики, клубы, покупку оружия, также для членов банды. Вот в ходе обысков у задержанных найдены обрез и 5 пистолетов, которые по результатам исследований признаны боевыми. В магазине находится раз, два, три. Три. Потом она... Главарь банды и четверо поддельников арестованы по решению суда. Следователи уже завершили расследование уголовного дела. Арестованным будет предъявлено обвинение в покушении на убийство, вымогательство и незаконное хранение огнестрела. В выходные в нашем регионе произошло 40 аварий на дорогах, в которых 10 человек получили травмы и двое погибли. Госавтоинспекция Ульяновской области констатирует, за рулем стало больше пьяных водителей, которые являются прямой угрозой жизни окружающих. Если вы стали свидетелем вождения человека в нетрезвом виде или узнали, что кто-то собирается сесть пьяным за руль, примите, пожалуйста, меры. Остановите потенциального убийцу или срочно сообщите об этом по телефону. Код города 8422-736-735, также 736-736 и 112. В Ульяновске начали проводить операции по установке клапана в бронхе туберкулезного больного. Эта мера необходима, если консервативное лечение неэффективно. Первая операция, благодаря новым технологиям, успешно проведена в начале октября текущего года. Сделали ее хирурги Ульяновского областного противотуберкулезного диспансера. Заключается она в том, что устанавливается резиновый клапан, закрывающий бронх, в котором развивается туберкулез. Операция предназначена людям, у которых существует уже полость распада туберкулезная, для того, чтобы ускорить сроки лечения или подготовить непосредственно к оперативному открытому вмешательству. Этот клапан не дает распространяться инфекции в соседней бронхе и легкий пациент, оставляя надежду на выздоровление. Операция стала возможной с приобретением новейшего эндоскопического оборудования. Но аппарат – это лишь часть набора, который поступил недавно в диспансер. Было закуплено аппарат, ПЦР, гастроскоп, медицинские инструментарии. Также привлечены были молодые специалисты, специалисты из Нижнего Новгорода, которые сейчас оперируют. На данный момент произвели несколько операций на открытой грудной клетке. В диспансере надеются в следующем году приобрести также мобильный аппарат УЗИ. Епископ Деодор в присутствии жителей Димитровграда и гостей из областного правительства осветил новый храм святителя Луки Крымского. Фундамент церкви был заложен пять лет назад, и вот на бывшем пустыре возвышается новый храм. Рядом с ним появилась детская площадка, аллея, сквер. В самом храме откроется воскресная школа, библиотека и читальный зал. Вот так появился в Димитровграде еще один центр духовной жизни. Искренне считаю, что храм станет настоящим украшением нашего замечательного города, его яркой достопримечательностью. Святитель Лука – человек удивительной судьбы, всецело посвятивший себя делу милосердия. Он смог совершить невозможное – соединить врачебную деятельность хирурга и глубокую веру православного архиерея. Святитель Лука был ученым с мировым именем. Его научные труды стали основой для многих медицинских учебников. В 1923 году епископ, на тот момент уже профессор, был репрессирован. Ему пришлось пройти через три ссылки. Когда началась война, святитель написал просьбу председателю Президиума Верховного Совета с просьбой направить его в госпиталь. Его услышали. В первые годы войны Лука проводил по четыре операции в день. Позже он вернулся к церковной службе. Сначала в Красноярске, а затем в Тамбове и в Крыму. При этом окончательно реабилитирован святитель Лука был в 2000 году. Есть куда прийти и в радостные дни. И сегодня, естественно, у меня такой душевный трепет. Благодарность всем. И батюшкам нашим благодарность, и владыке нашему, и всем. Чувства, конечно, переполняют. Духовный подвиг священников XX века увековечен памятником. Прихрамовую территорию теперь украшает скульптура под названием «Новомученикам и исповедникам Церкви Русской за веру пострадавшим». Губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Чиновники обсудили проблемы юного поколения и вопросы его поддержки в современном мире. Встреча проходила в стенах Ульяновского госуниверситета. В дискуссии принимали участие руководители всех вузов региона, а также члены молодежных общественных организаций. «Вы выбрали непростую, но важную миссию», — отметил столичный гость. Александр Бугаев подчеркнул слова о том, что «за молодежью будущее» — не просто красивое. Вы непосредственно участвуете в реализации государственной молодежной политики, работаете с молодым поколением, занимаетесь воспитательной деятельностью. Это очень важно, это очень непростой и не всегда благодарный труд. Но от этого не становится менее значимым. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Ульяновской областью и Федеральным агентством по делам молодежи. А также стороны обсудили ряд вопросов о проектах, которые могут быть реализованы в нашем регионе. В частности, в следующем году, если позволит эпидобстановка, на Ульяновской земле пройдет масштабная встреча молодежи стран БРИКС. Кроме того, область может принять участие в проекте «Айти Долина». А еще может быть ряд международных и российских молодежных программ. Уникальный проект, которого практически нет не только в нашей стране, но и на нашей планете. Потому что в условиях таких коренных изменений государства, общества, человека, мы в любом случае хотим уделять особое внимание человеку. Нам доверили организацию такого огромного мероприятия, как собрать всех молодых управленцев со всей страны. И мы понимали, что это не просто так, потому что на протяжении двух лет подряд нас отмечали с точки зрения того, что мы занимали позицию лучшего молодежного правительства Российской Федерации. На той же встрече представители ряда организаций и специалистов, проводя с молодежью, наградили благодарственными писем губернатора и Федерального агентства по делам молодежи. Программисты из Ульяновской области погоряют интернет-пространство. В полуфинале цифрового прорыва флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» команда из Димитровграда заняла первое место. Студенты создали удобный цифровой инструмент для поиска нужных книг и полезных услуг в библиотеках читателей. В учебной лаборатории побывал и пообщался с победителями Павел Игнатьев. Стандартное задание по основам алгоритмизации занимает полтора часа. Уже на первом курсе айтишники с легкостью составляют экзаменационную блок-схему и создают для нее программу. Были указаны все нюансы, которые мы должны были учесть при разработке программного продукта. И, исходя из этих данных, уже был отставлен программ. Цифровые уравнения решаются в каждой из восьми учебных лабораторий. Привычный образовательный план уже в первый месяц обучения разбавляет хакатонами и конкурсами, где встречаются лучшие российские программисты. Чтобы они понимали, что они не слабее других. И что у нас в городе Митровграде, Ульянской области, тоже сильные есть специалисты, которые могут участвовать в мероприятиях всероссийского и международного уровня. И у нас таких побед очень много. Заявиться на цифровой прорыв крупный айтишный хакатон решили четверо местных первокурсников. Команда с чисто программистским названием Drop Table противостояла ста другим коллективам. Более опытным, но, как показал проект, не таким изобретательным. Разработанный студентами веб-сервис организаторы признали лучшим. Студентам уже сейчас пророчат большое будущее. Мне кажется, это реально крутая история, которая показывает, что цифровые мозги в России есть. Они хорошо думают, делают хорошие решения. Решения ребят из Drop Table удобные для читателей навигации по библиотеке. С помощью мобильного приложения можно узнать, есть ли книга в наличии. А удобный навигатор покажет, где она хранится. Секту, стеллаж и даже полку. С помощью наших фундаментальных знаний, которые мы получили в техникуме, мы сделали все по техническому заданию. То есть наш сайт полностью сделан под техническое задание. Никаких новшеств. И заказчику это понравилось. После триумфального выступления на цифровом прорыве у студентов появился первый в их жизни серьезный заказ. Осталось довести до ума все ту же навигационную систему. Для первокурсников это несомненный успех. И дело не в деньгах, признается в Drop Table. Гораздо важнее знать, что старания прошли не зря. Труд оценили, а их разработка действительно пригодилась. Павел Гнатьев, Татьяна Дудина, Дамир Губеев, Сергей Леонтьев. Вести Ульяновск, Димитровград. Этоги дня подведет сегодня вечером Владислав Витковский. Я на «Россия-24» вечером увижу с вами снова. Всего доброго. ГТРК «Волга» Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области объявляет конкурс школьных и студенческих видеоработ прямо в Прайм. Три возрастные категории, пять номинаций и специальный приз – стажировка на нашем телеканале. Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 30 ноября. Подробности конкурса и условия его проведения ищите на нашем сайте во вкладке «Конкурсы». Сейчас в Ульяновске плюс 10 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. Ветер западный 7 метров в секунду.